всем привет меня зовут насть я приветствую вас на моем канале и сегодня ваша любимая рубрика любимое видео это мое похудение кто не смотрел предыдущие мои видео хочу напомнить что я сделала операцию и уже даже две на желудок я сделала резекцию желудка и потом делала снова резекцию желудка и сегодня у меня отчетное видео после второй операции прошло уже четыре месяца и сегодня хочу с вами поделиться своими результатами месяц был не очень удачным так скажем не таким классным как предыдущие три но давайте во всем по порядку еще то посмотрела статистику и оказалось что люди смотрят максимум пять минут видео то есть вас хватает вашего терпения на пять минут вот я думаю как не совместить пять минут чтобы досмотрели до конца и так с помощью операции резекции желудка с помощью естественно моего труда я похудела уже на 70 килограмм если вы не видели мое предыдущее видео где я хвалилась этим своим результатом и читала некоторые злые комментарии оставлю подсказочку сверху можете на него глянуть это видео как ни странно стало очень популярным там больше 120 тысяч просмотров я даже не поняла почему почему вы его так посмотрели напишите мне в комментариях что такого интересного в том видео что вас зацепило и вы решили его посмотреть вы под ним оставили просто гигантское количество ваших комментариев я действительно была просто в восторге от того как вы меня поддерживаете как как много незнакомых людей радуется за мой успех меня поддерживать меня конечно это очень поразило очень порадовала спасибо вам большое за ваши приятные слова для меня это было реально неожиданности поэтому я решила стараться не только для себя но и для вас как я могу уйти с этого нелегкого пути если вы ждете от меня таких классных результатов конечно я буду продолжать радовать вас и дальше заряжать и мотивировать тоже на достижение каких-то классных успехов итак пожалуй это видео я разделю на две части это хорошие новости и плохие и давайте пожалуй начнем с хороших новостей и конечно же первое что мы сделаем это посмотрим мои результаты за четыре месяца ну вот собственно такие результаты что же у нас по цифрам за четвертый месяц я похудела не сильно чуть больше двух килограмм табличку вы сейчас увидите на экране меня порадовали бедра порадовала грудь слава богу в этом месте ты меня порадовала и не ушла руки руки тоже не хотят уходить но ноги икры это моя такая больная часть которая уходит в последнюю последнюю очередь кстати также хочу отметить что сейчас ко мне стали поступать вопросы письма пожелания именно в мой инстаграм я отвечаю очень многим девочкам которые готовятся к операции которые боятся у которых есть какие-то сомнения но и даже тем кто уже вступил в наши ряды и у них остались какие-то вопросы недопонимания поэтому если у вас есть какие-то вопросы какие-то пожелания какие-то советы да все что угодно пишите мне в директ я всегда отвечаю всегда на связи ну и конечно буду рада если вы подпишитесь на мой инстаграм благодаря ютубу я наконец-то начала его вести ежедневно почти ежедневно выкладываю интересные истории со своей жизни своем питании и много разного всего я сдала наконец-то анализы да 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 я больше трех месяцев я два месяца не сдавал анализы наконец-то и витамин d мне удалось поднять наконец-то то есть мои мое настроение волосы и ногти наверное должны когда-нибудь ко мне вернуться вот ферритин поднять достаточно сложно поэтому поднялся совсем чуть-чуть в плане таблеток очень ответственно и ни одного раза нету таблеточки не пропускаю и вам не советую следующая хорошая новость меня наконец-то начала влезать газированная вода чем несказанно рада конечно это не в таких не по полстакана залпом то есть два глоточка два-три я немножечко жду и могу еще два-три глоточка выпить то есть наконец-то я могу выпить свою любимую газированную воду и мне за это ничего не будет 0 калорий 0 проблем то что вы не любите но то что я делаю регулярно продолжаю регулярно делать это мои тренировки я продолжаю домашние тренировки в количестве минимум два раза в неделю желательно три-четыре то есть по настроению как успеваю на еще в плане тренировок я еще хотела бы рассказать что занимаюсь и не только так скажем по видео на ютубе но также я занимаюсь на своем небольшом тренажер у меня есть степпер мать когда ты уже похудеешь успокоишься и будешь нам давать нормально спать да не скажу что хлеба нам дать в общем то штука недорогая стоила что-то около не помню пяти тысяч рублей не ты ты дороже было это дрянь скрипучая сразу говорю надо юбли постоянно смазывать потому что сейчас он не скрипит а так вообще мерзко мерзко поскрипывает принципе занимает мало места калорий много сжигает если вы любитель монотонных тренировок типа беговой дорожки липсоида и прочего но рекомендую себе домой такой приобрести хорошая штука для разнообразия также из хороших новостей это мой объем в груди так скажем я до этого носила нижнее белье объемом 85 д у нас наконец открыли торговые центры я смогла сходить свой любимый марк и спенсер подобрать себе нижнее белье базовое вот и могу сказать что аллилуйя я почти нормальный человек и у меня объем стал 75 д это прям прям восторг так что в принципе нижнее белье я уже могу покупать в принципе в любом магазине следующая новость наверное все-таки хорошая чем она такая знаете нейтральная я сходила на консультацию к пластическому хирургу да я знаю что еще очень рано но мне было важно узнать информацию именно о том как 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 проходит операция о том сколько операции вместе сколько зон можно вместе совместить в одной операции и также конечно же для меня как и для любого человека была важна стоимость этой операции чтобы понимать сколько там за год мне нужно будет так скажем накопить денег на эти операции как-то подготовиться к ним первое самое важное что я узнала это как и говорила что у меня очень очень плохая кожа то есть она достаточно тонкая плохо подтягивается недостаточно эластичная и прочее 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 из тех операций которые возможны мы можем соединить всего лишь по две зоны в одной операции вот поэтому изначально я хотела соединить вообще три зоны я хотела сделать абдоминопластику брахио брахиопластика по моему и я хотела подтянуть грудь вот эти три зоны в принципе для меня были достаточно важными но доктор сказал что в моем случае соединить эти три операции будет невозможно потому что это займет но операция будет длиться более десяти часов вот так конечно же делать нельзя поэтому нужно делить на две операции вот я для себя решила что первым моим этапом будет абдоминопластика круговая и брахио брахиопластика все-таки руки в общем не важно сейчас живот и руки а вторым этапом и сможем уже сделать подтяжку груди и подтяжку внутренней части бедра что касается груди доктор мне не посоветовал делать какие-то импланты вставлять потому что кожа плохая еще раз повторюсь а если мы вставим какие-то импланты то увеличится нагрузка на молочные железы увеличится их объем их тяжесть из-за этой нагрузки швы могут плохо заживать и даже вообще не зажить то что у меня есть мы будем просто подтягивать делать в общем какую-то сложную там кто-то не подготовился к видео и ничего вставлять не будем и просто будем натягивать это все наверх делать из этого все нормальную красивую грудь мне я не хочу большую братья не хочу туда ничего вставлять мне этого и не хотелось я хочу лишь просто чтобы она вернулась на место где и положено быть в моем возрасте а лучше лет в 20 что же касается стоимости ориентировочная стоимость естественно что эта стоимость может как-то поменяться две операции наркоз липосакции и белье за две зоны стоит в районе 670 тысяч рублей да это две операции в одной это одна операция плюс 2 еще примерно столько же и того она примерно как я и думала как и рассчитывала это в районе там миллиона миллиона двухсот будет стоить превратить себя обратно в приличного нормального человека ждем годик мне нужно похудеть еще примерно на 23 25 килограмм то есть я хочу весить 70 это тот мой идеальный вес которому я хотела бы прийти напоминаю что рост у меня метр семьдесят два хочу весить 70 и в этой цифре я в принципе буду достаточно стройно выглядеть потому что у меня очень много лишней кожи в принципе если все эти лишние шматки кожи отрезать то наверное в районе 65 я буду весить я считаю что это нормальный хороший вес я никогда не хотела там 55 килограмм выглядеть вот такой вот вмещаться в размер xs это вообще не моя история вот поэтому это те цифры те показатели которым я стремлюсь рост метр семьдесят два вес семьдесят килограмм вот поэтому продолжаем работать продолжаем работать в плане финансов и продолжаем работать над собой у нас впереди еще заработать миллион двести и скинуть 23 килограмма ну и давайте перейдем наверное все таких плохих новостях они конечно же тоже есть как вы уже заметили по табличке снизились заметно темпы снижения веса да это в пределах нормы это нормально этого не нужно пугаться четвертый месяц самые такое переход на так скажем первые три месяца килограммы уходят улетают сами но понятно первый месяц когда вы едите только жидкости там вообще калорийность калорий 300 наверное вы съедаете на второй месяц вы учитесь есть ну какую-то такую пюреобразную пищу можете слегка уже добавлять твердую пищу естественно что там вообще ну не за того грамм 20-30 помещается и больше вы просто даже не хотите на третий месяц вас помещается уже потом порядка 50 грамм из четвертого месяца начинается уже на контроля над тем что вы поглощаете да как я и говорил операция это не панацея это не волшебная палочка которая позволит вам жрать все что не попадя и вам за это ничего не будет нет увы и ах то есть объем моего желудка немного увеличился спал окончательно весь потек как я понимаю вот то есть объем пищи которую я могу употребить он увеличился примерно грамм до 60 до 70 если я употребляю какой-нибудь белок мясо рыба птица то грамм 50 и в принципе это все вот стоит вот поперек горла больше ничего не хочется там ближайшие два-три часа но если я съедаю например какой-то суп сладости и они вы знаете очень быстро проскакивают как по массу сладости такие как мороженка тоже залетают пролетают и ждут следующую порцию поэтому очень важно сейчас переходить на белковую пищу на овощи не чистить со сладким не чистить с жидкостями и разными сладкими вот поэтому сейчас уже нужно начинать контролировать то что я кладу к себе в рот поэтому с этого месяца я возвращаюсь но к подсчету всей калорийности которую я вела раньше до 2 операции и сейчас моя цель мой план это не выходить за тысячу калорий то есть я сейчас среднем съедаю в районе 700 900 калорий ну как вы поняли желудок мой увеличился в объеме не настолько сильно как возможно я ожидала ну и в целом я тут знаете так размышляла и у меня возникла мысль я вот нигде не видела и не знаю а если вообще придумали ли вот такие какие-нибудь волшебные уколы в язык чтобы обоняние не стало что ты ешь и как будто вату и кажется такая такое кардинальное решение данная проблема помогло бы очень многим людям похудеть потому что едим там и ради того чтобы почувствовать удовольствие от этого вкуса а вот не было по вкусу мы бы не ели всякую дрянь правда ведь если в моем блоге есть врачи или кто-то разбирается в этой теме почему все еще не придумали уколы в язык моё моё я опять говорила 40 минут и представляешь как минут в пять в десять ложится как я не понимаю как ну собственно вот такие новости в этом месяце четыре месяца после резекции желудка позади продолжаю тренироваться продолжая контролировать все что я ем продолжаю идти вперед теперь у меня мотивация не только походит для себя но и для вас потому что вы следите за мной ждете от меня каких-то результатов это мотивирует меня еще больше спасибо за ваши комментарии пишите под этим видео все что желаете буду рада если подпишетесь на мой канал поставите лайк под этим видео подписывайтесь на мой инстаграм там будет много всего интересного из моей жизни всем спасибо за внимание всех вас люблю пока пока